Я ни один случай уродства с телефоном не разбирала, поэтому сказать вам об этом немного. У меня не было данных на то, чтобы разбирать эту ситуацию. Это вам скажет лучше всего Ольга Александровна Андреевна, инспектор по делам несовершеннолетних, если на случай уродства поступали какие-то заявления. У меня ни докладных, ни сообщений на эту тему никогда не было. Но вот по поводу того, огрызался он не огрызался или был тихий, спокойный мальчик? По отношению ко мне никогда не огрызался. По отношению к другим учителям я сказать ничего не могу, потому что это личное общение ребёнка с учителями. Но из учителей мне никто не жаловался, по крайней мере. А как Кирилл учился? Средние способности, но по некоторым предметам у него были очень хорошие успехи, поскольку он находился на индивидуальном обучении, у него пятёрки, четвёрки, тройки были. А вот большая такая предрасположенность у него к каким предметам? Ну, конечно, сложнее давались математика, легче давались предметы физкультура, биология. И вот ещё раз, на телефон ещё, можете сказать, повторить, что это был за ребёнок, какие у него качества были? Ну, качество ребёнка, на мой взгляд, на мой взгляд, я в школе у меня тысячи одиннадцать детей, поэтому, на мой взгляд, это обычный был ученик, самый обычный таких, каких здесь тысяч, тысячи одиннадцать. То есть не вызывало у меня никаких вопросов, кроме того, что он слабо учился, в связи с тем, что он пропускал много занятий по болезни. С мамой у нас были прекрасные отношения всегда, мама очень заботливая, мама постоянно находилась в контакте. Я очень много с ней контактирую, с Евгением Александровым. То есть какие-то вопросы, когда возникали, мы всегда с мамой могли их разрешить. По неуважительной причине он не прогуливал? Нет, в основном, может быть, когда-то и были какие-то пропуски, уроки, ну, это вам скажет Надежда Юрьевна, а в основном он очень часто болел. Вот сейчас ему, как раз мама вчера мне сообщила, что ему на май месяц предложил, он прописан в Москве, поэтому наблюдается в Москве, как больной ребенок. И мама сказала, что ему сейчас предложили путевку в Гимнаджик с курсом лечения на май месяц, планировали они. Но ребенок, он действительно, по ее словам, чрезвычайно болен. Сейчас в школе проходят линейки, да, в связи с этим инцидентом? Да, линейки мы прошли, мы сообщили об этой ситуации детям. Еще раз побеседовали о том, что такое поведение неприемлемо, что агрессивное состояние нельзя помещать на людях, нужно просто медикаментозно его поддерживать в весенний период. Конечно, в весенний период дети возбудимы. Это всегда бывает так, но тем более, когда мир такой жестокий вокруг. Я вот, например, хочу сказать, что давно бы хотелось обратиться к центральным каналам, которые показывают в самое приемлемое время одну, я не знаю, как назвать ту информацию, которую мы получаем. Это ежедневная программа Борисова, Малахова. То разводится, то сводится, то фильмы «След», которые не делают нас лучшими. В самое время, когда ученик после шести часов вечера может посмотреть какую-то передачу, которая сподвигла его на что-то доброе, мы разбираем семейные трагедии. Причем разбираем семейные трагедии по третьему месяцу нашей жизни. Я чрезвычайно обратилась бы ко всем, чтобы телевидение привести нужно давно, придавно в норму. Давайте представимся для титров, чтобы ошибка не была. Я директор школы номер один города Покров Тимофеева Наталья Александровна, почетный работник образования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!